В Якутии наконец наступила пора грибного сезона. Амбильные осадки, высокая температура воздуха, как известно, провоцируют демографический взрыв в грибном царстве. Так что любители тихой охоты, наконец, могут радоваться. Где собирать грибы и как не ошибиться с выбором? На эти вопросы сегодня в нашей студии ответит доктор биологических наук, профессор, автор множества публикаций о грибах Гаврил Угаров. Доброе утро, Гаврил Савидонович. Скажите, пожалуйста, в Якутии какие вообще растут грибы, какие можно собирать? В Якутии много грибов. Насчитывается около 900 видов шляпочных грибов. 900 видов. Ого, так много. А есть ли среди них ядовитые? Много ядовитых. Много? Ага, ну, относительно, конечно. Вообще, с ядовыми из этих 900 считается 90 видов. А, так мало. А ядовитые, они хорошо известны. Ну, мухоморы, да, которые мы все хорошо представляем. Редко встречается белая поганка. К счастью, белая поганка не встречается. Так, есть волоконница патуяра, которая отличается от других тем, что шляпка волоконистая. Ага. Да. Во-вторых, он имеет вот такое сдутие внизу, клубноеобразное. Как купол, да? Да. И в-третьих, очень плохо пахнет. Пахнет карболкой. Вот это основной признак для собирателей. То есть, получается, нам нужно смотреть на шляпку, на запах, да, вот нюхать гриб? Да. И на свет. Когда надавливается, желтеет. А обычный шампуньон, он свет не меняет. А я, кстати говоря, слышала, да, что при срезе гриба, да, хороший гриб, который можно съесть, он синеет, либо зеленеет. Это так или нет? Нет, нет, это не обязательно. Ну, например, мухомор, они синеют, так. И, кроме того, синеют подосиновики. Вот, поэтому это не основной признак. Это не основной признак, да? А вообще, вот, когда вот в эти дни, вот точно можно сказать, да, всем нашим телезрителям, что вот грибы есть, идите собирать грибы, или все-таки я немножко поторопилась? Нет, в этом году вообще сухое лето, поэтому грибов мало. Но нельзя сказать, что грибов нет вообще. Где-то они все-таки есть, да? Да, где-то они все равно встречаются, поэтому бывает урожайное на грибы лето, не урожайное. В прошлом году вот было урожайное лето, мы знаем. Да, урожайное, да. В этом году поменьше. А вот где точно есть грибы, вот куда можно ставить? Да, потому что есть нищие, то есть низина, где влажно, да, вот темный лес или вот березняк с травой, вот там обычно и встречаются. А я слышала, что за птицей фабрикой собирают на Вилюском тракте. Это вот так или нет? Да, наиболее грибные места. Это Белийский трак, Намский трак, Намсырский, Маганский, да. Около птицей фабрики, если дальше поехать, там тоже встречаются. И нужно смотреть в низинах, да? Да. Где вот скопление жидкости получается, да? Да. И около Владимировки, там тоже хорошие. Ага, все наши телезрители, наверное, сегодня же отправятся за погребы, да? А в каком лесу растут маслята? Вот сейчас, наверное, уже есть маслята, да? Ну, маслята, они в основном растут в хвойных лесах. Так, листьевиночный лес, так, еще сосновый лес. Так, сосновый лес, в основном осенний, так называемый, поздний масленок растут. Но они светлые, вот эти сосновые маслята, да? Да, очень-очень красивый гриб, просто очищается, их бывает много. А вот с коричневой шляпкой вот такие вот маслята, они где растут? Это в основном листьевиночный масленок, во всем маслят много. Так, но большое количество и большое количество видов маслят, они растут в листьевиночных лесах. А вот грузди, вот многие любят собирать грузди, это очень хороший, благородный гриб. Вот где они растут, где их искать? Ну, грузди, это очень любимый, очень качественный гриб, он растет в основном в березняках и любит сырые места. Тоже, опять же, в низинах. Да, да, да. А вот можно вот различить из тех вот всех видов грибов, вот вы сказали, из 90, да, получается, видов, какие из них вот жарить, какие консервировать, какие солить, вот, как вот? Ну, жарят только вот эти маслятные. Туртовые или, да. Туртовые грибы, так, а пластинчатые грибы, они содержат млечный сок, который обычно бывает горький. Поэтому их отмачивают, поэтому солят, маринуют, да. А вот грибы типа маслят, да, подосиновых, подберезовиков, они, ну, обычно их жарят. То есть нужно смотреть на обратную сторону шляпки, если она похожа на губку, да, то их можно жарить. Да, похожа на губку, это трубка называется, да, а если там пластинки, это пластинчатые грибы. То их солят. Между прочим, вот ядовитые грибы, они встречаются среди пластинчатых. Поэтому те, которые не знают грибов, могут смело собирать только трутовые грибы. Только с губкой. Да, да. Среди них нет ядовитых. Ага, это, кстати, хороший совет. Так что, дорогие телезрители, если вы не знаете, съедобный это гриб или нет, не собирайте. Или собирайте только с губкой, да? Да, да. Даже можно есть вот эти трутовики, которые растут на деревьях. Можно есть? Да, можно. Ну, там слои растут, да. Нижний слой, это свежий слой. Их можно резать. Ну, там, например, если вы попали в какое-то трудное обстоятельство, да, можно есть вот даже вот такое деревья. А, трудное обстоятельство. Ну, надеюсь, таких ситуаций не будет. А есть ли места вот близ Якутска, да, где нельзя категорически собирать грибы, даже если они растут? Да, да, да. Это вот какие места? Это грибы, они как губка собираются, окружающиеся, все и полезные, и вредные вещества, в том числе химикаты, ядовитые вещества, параденокулиды, да. Поэтому вот нельзя собирать грибы около дорог, рекомендуется отойти от дороги, где-то метров 50-100, потом только собирать. Потом около свалок, где грязные места, вот там нельзя собирать. А если вот лесная свалка, а там растут так много грибов, там тоже не стоит, да? Лесная свалка? Лесная свалка. А, ну, там это нормально. Здесь можно, да? Да, там можно. А, кстати говоря, вот когда я готовилась к сегодняшнему эфиру, мой коллега Алексей Лукин, он же биолог по образованию, да, подсказал мне, что когда вот срезаешь гриб и варишь его, нужно класть луковицу. И если там с луковицей что-то случится, значит, это показатель того, что вот токсины вот в грибе. Это так или нет? Ну, это не научный факт. Вот такие слухи ходят, да, но в научной литературе вот такой факт не встречается. Поэтому я не могу тебя ждать. Так что, Алексей, ты был неправ. Скажите, пожалуйста, а вообще вот грибы как следует правильно собирать, да? Их нужно срезать ножом или можно вот с корнем вырывать? Вот здесь я предпочитаю, да, вырывать с корнем, то есть грибницей. Почему? Тогда вот происходит процесс регенерации, то есть восстановления, да, и на этом месте больше грибов растут. А народ вот бытует неправильно, да. Что грибницы ломаете? А они говорят только вот срезать надо. Это неправильно. То есть можно с корнем использовать и тот, и другой метод, да. Безбредный. Интересно. А вот еще вот я слышала, что нельзя собирать большие грибы, да, и червивые. Почему? Ну, большие грибы, они обычно это перезрелые грибы. Там накапливаются уже продукты старения, которые являются токсичными. Поэтому нельзя собирать очень большие грибы. Так, а еще бывают червивые. Да, вот немножко червивые, например. Да, червивые грибы, ну, они выделяют черви. Так, продукты тоже метаболизма, или амин веществ, ну, по-народному они какают там, да, там, и они вредны тоже. Ну, а идеально чистых грибов практически не бывает. Да, ну, если небольшие. А если срезать в то место, то можно, да? Да, можно это очистить. И как долго можно хранить уже собранные грибы? Вот я утром, например, сходила, и тут же чистить нужно, да? Ну, желательно к вечеру надо уже обрабатывать, да. Но есть грибы, которые следует отмачивать. Ну, например, это пластинчатые грибы, грузди, да. А, они требуют отмачивать. Да, их несколько дней отмачивают. Что ж, огромное спасибо, Гаврил Спиридон, за интересные беседы.